Господин посол, я очень рада вас видеть в студии. Ну, российско-сербские отношения имеют давнюю историческую основу. Я бы сказала, что мы настолько у нас крепкие, дружественные отношения, и, пожалуй, в Сербии нас настолько любят и ждут, как, пожалуй, ни в одной другой стране мира. Вы согласны с этим? Абсолютно согласен, да. Мы народы очень близкие, близкие культурно, духовно, ментально, я бы даже сказал. Ну, и не говоря о политическом отношениях, что в течении этого османского ига в Сербии единственная помощь, которая могла откуда-то убить, это была от России. Значит, Россия помогала сербам вообще и политически, и дипломатически, и книгами, и сосудами, и деньгами, и защищала перед османскими властями. Вот, видимо, сербы это помнят. Да, и сербы помнят это. И сейчас, вы видели сейчас, когда читаете газеты, там Черногория хочет присоединиться в НАТО, и там около, помните, там, не говоря о Албании, Болгария, Румыния, там, Венгрия, Хорватия и так дальше. Но Сербия не хочет не вступать в НАТО и не присоединилась, и не будет присоединяться санкциям против России. Да, более того, и Сербия нас поддерживает постоянно. Поэтому, ну и Россия тоже поддерживает, мы тоже это не забываем. Ну и на сегодняшнем уровне, да. Например, когда идет проблема отделения южной части нашей Сербии, это Косово-Метохия, Россия нас поддерживает и в ЮНЕСКО, и Объединенные нации, и на других международных площадках, поэтому мы тоже это не забываем. Поэтому для современную позицию Сербии на Балканах поддержка России политическая, на международных площадках очень важна. Но при этом, вот смотрите, какая ситуация. О Сербии мы знаем довольно-таки мало. Ну вот, скажем так, я как обыватель, что знаю, вот человек, который мне очень стыдно, не была ни разу в Сербии. Но знаю, что сербы страстные болельщики футбола, знаю, что сербы очень любят кофе, и знаю, что там выращивается малина. В гимназии и на университете мы изучали, ну, особенно в гимназии, историю русской литературы, историю русской музыки, художества и так далее. А на университете тоже, я окончил на Белократском университете историю, мы тоже учили историю России, русского народа. Пушкин, да, Пушкин просто, как наш поэт, Достоевский. Думаю, что в течение 19-го столетия не было ни одного русского писателя, который бы сразу не был переведен на сербский язык. Интерес к русской культуре в сербах всегда был большой, и остался их, слава Богу, слава с тех пор. Кстати, знаете, что у нас есть? У нас есть в Москве ресторан сербской кухни. Я, например, знаю только один, может быть, и больше. Я бы сказал, в Сербии, в принципе, много кушают мяса. Овощи, салаты разные, очень много разных фруктов. Наша кухня, я бы сказал, нравится иностраням, вообще всем иностранним гостям нравится. И это, я бы сказал, встреча Востока и Запада. Господин Пасов, а что вообще делается для привлечения туристов? У Сербии нет моря, у нас есть очень много того, что нет у других стран. Первое, как уже вы сказали, первое, это встреча всех русских гостей доброжелательных. У нас очень хорошие, это курортно-лечебный курортный и курортно-лечебный туризм. Очень много. То есть процедуры спады для здоровья, да? Ну, есть и такого высокого уровня, и более низкого уровня. С севера Сербии до юга очень много. Второе, это горно-лечебный туризм. У нас, кроме, в Сербии есть такая большая часть равнина, но есть и хорошие горы. Например, самое хорошее, это Копауник. Я знаю, что русских там достаточно много, и Копауник. Потом есть Златый Бор, очень конкретно, Златар, Старопланино. Третье, это паломнический туризм. Сербия – православная славянская страна, и там есть очень много чего-то видят. Видят старые монастыри из XII века, не знаю, там до наших дней. Охотнический туризм. Но только я боюсь, что все итальянцы будут побить цветы нашей птицы. Я просто очень много приезжаю в Сербию, да? Ну, там есть, и это высокие, там кабани, не знаю, там медведи, медведи, кабани, волки и так дальше, да? Тогда смотрите, а давайте оценим, поскольку у нас бизнес-канал, и, конечно, аудитория в основном нас смотрит, это бизнесмены, предприниматели. Как вы оцениваете отношения Сербии и России с точки зрения бизнеса? Да, это на сегодняшний день, я бы сказал, самый важный вопрос. И в этом смысле я вижу и вопрос приезда русских туристов. Просто Сербия ждет русских туристов. Абсолютно. Она открыта полностью. Надо что-то делать, чтобы больше русских туристов было в Сербию. Экономически у нас объем, торговый объем движется, около 3 миллиарда долларов, около, меньше и больше, да? Мне кажется, надо и с нашей, и с сербской, и с русской стороны делать больше на организации, на встрече бизнесмена, на организации совместных форумов экономических, на, как бы, в хорошем смысле, на пропаганде сербских потенциалов России и русских в Сербии. Просто конкретно мы экспортируем большинство фруктов, прежде всего фруктов, овощей, потом разные другие материалы, часть фармацевтики, некоторые текстильные продукты, молочные продукты. Это сербская брынза, очень популярная. Я вижу очень много. Просто, чтобы кроме этого уровня федерального, значит, Сербия и России, надо, может быть, развивать сотрудничество между регионами. Например, Краснодарский регион, или, не знаю, там, Свердловский, там, область, или Ярославская область. Это тоже очень важно. Значит, это прямые контакты. Но, мне кажется, самое важное, конкретные встречи бизнесменов, которые лучше нас знают, что им нужно, что и в Сербии, и наоборот. Господин посол, кстати, вот, пользуясь случаем, я хочу вас пригласить. У нас при первом неофициальном канале есть деловой совет, где как раз власть напрямую может пообщаться с бизнесменами. Вот я приглашаю вас стать членом нашего делового совета. Я думаю, что как раз это будет очень полезный разговор, где соберутся и российские, и сербские бизнесмены, и обсудят очень многие вопросы. Спасибо, спасибо. Я очень рад, с удовольствием принимаю. С удовольствием. Это то, что нам нужно сегодня. Потому что очень многих, конечно, зрителей у нас будет интересовать именно организация именно какого-то малого или среднего бизнеса. Насколько это просто? Просто. Но, знаете, у нас есть, значит, кроме посольства, которое занимается тоже и экономическим вопросом, и мы очень заинтересованы для этого, как бы, укрепления, развития этого нашего экономического сотрудничества. У нас есть и представительство торговно-прилучной палаты Сербии здесь, через которое тоже можно делать и проекты, и предложения. Мне кажется, русско-сербские отношения в рамках бизнеса могут продвигаться больше и больше, чем либо в каком-то другом направлении. Но, мне кажется, экономика и России, и Сербии очень важны. И в этом смысле я готов, и наше посольство, которое я представляю здесь, готово делать все, чтобы наши экономические отношения как бы расширялись, укреплялись. Замечательно. Давайте тогда расширяться, укрепляться, сотрудничать. Господин посол, спасибо вам за интересный разговор. Спасибо вам для предложения. Я всегда готов.